В сети появился свежий мод на Сталкер, называется Возвращение. По сюжету, спустя год после событий Сталкерзов Припяти, Дегтярёв снова вернулся в зону. А тут уже всё совсем по-другому. Помните, когда выходит новый мод, то я отдаю приоритет ему, поэтому CGM отойдёт на второй план. Пока я не закончу проходить Возвращение, прошу меня понять и не бомбить в комментариях. Приятного просмотра. Эта история произошла ровно через год после того, как Дегтярёв покинул зону отчуждения. Череда событий и множество вопросов, накопившихся за это время, привела к тому, что ему вновь пришлось вернуться в центр зоны. Опа, вот я просто взял и появился. По поводу вот этой маски, не знаю, тут уже вопрос такой. Кому-то она нравится, кому-то она очень быстро надоедает. Судя по всему, у нас осень в зоне, да? Где посмотреть дату? Октябрь 2013 год, да, осень. Сообщение, жили-были зверушки, 87 штук. А вот таких вот звуков тут, пожалуйста, не надо. В общем, странное какое-то сообщение, по заданиям у нас в принципе ничего нет, но впереди я вижу кого-то. Это какой-то человек Васян. Опа, ты чего сюда припёрся? Мужик, ты поосторожней с выражениями. А то так недолго и по борде получить. Ты кто такой? Меня Васяномся называют. Вижу, в зону за приключениями собрался. Прикид у тебя не слабый. Двигал бы ты отсюда подальше. А то и снаряжение не поможет. Прихлопну ты, поминай, как звали. Так, не спеши, мужик, а давай всё по порядку. Начнём с того, куда и почему я должен двигаться. Из зоны двигай. И чем скорее, тем лучше. Ты ещё не слышал, что у нас тут люди десятками гибнуть стали? Послушай, о чём народ на Скадовске по углам шепчется. А вот с этого моменты поподробнее давай. А чего давать? И так всё ясно. По зоне наёмники шастают. Братство апокалипсиса. Так они себя называют. Валит всё, что шевелится. Жути навели. Все в панике. А ещё у них особые отряды есть. Вооружены до зубов. Ходят небольшими группами и всё вынюхивают. Нет. Я ещё пожить хочу. Понятно. Ладно, разберёмся по ходу. Вот же дурак. И раньше зона была не сахар. А теперь и вовсе смерть. Она везде. От неё не уйти. Вон. Даже выбросы стали значительно мощнее. Ну всё, к чёрту. Валю я отсюда. Что это? Ты слышал? Что слышал? Выброс никак на подходе. Не понимаю. Почему сейчас? Да выбросы ведь ещё сутки. Чёрт, я же почти ушёл. Бежим, а то накроют. Куда? Опа, опа, опа. Ну, наверное, Наскадовск. Куда же ещё? По крайней мере, я бы побежал именно туда. Убираем автомат. И выброс прям вообще не кстати. О, фантомы какие-то пошли. О, всё, я упал. И неужели это смерть? Опа, меня переместил Наскадовск. В общем, я, наверное, отключаю эту маску. Потому что... Ну, я бы, может быть, с ней для себя чисто поиграл. Ой, фантомы на меня, короче, напрыгивают. И у меня из-за этого очень сильно хэпи окончается. Координировать? А что это значит? А, ну это позиция моя. Опции. А, здесь нельзя, что ли, её выключить, маску-то? Ну, ребят, представляешь? Да, похоже, маску выключать нельзя. Тогда я просто сниму её. Блин, а мутанты-то на меня идут. Фантомы. Ещё, ещё несколько штук. Со всех сторон нападают. Мы сейчас с вами находимся на Шевченко. И, видимо, меня спас Крот, вольный сталкер. Ну, привет, Дегтярёв. Как самочувствие? Какими судьбами ты опять в зоне оказался? Да нормально. Какими судьбами, говоришь? Да так, молодость решил вспомнить. И подзаработать немного не помешает. А где я? А и как ты доказался? Ну, даёшь. Ты же на Шевченко. Не узнал, что ли? Тебя сюда наши ребята притащили во время выброса. Ты еле дышал. Повезло тебе, браток. Моли бога, что так всё случилось. Спасибо огромное. Кстати, я тут по дороге сталкера встретил. Васяном кличут. Так вот, он жуть всякой наговорил. Про наёмников из какого-то братства. Ну и много чего ещё. Да, давно тебя в зоне не было. Ладно, отправляйся к Бороде. Он тебя ведёт в курс дела. Да, чуть не забыл. Ты же меня выручил в своё время. И помнится, я с тобой так и не расплатился. Так вот, я о хороших дел не забываю. И есть для тебя один схрон. Он здесь, недалеко. Возле портовых кранов. Координаты скину на твой ПДА. Пользуйся. Хорошо, спасибо. Поговорить с Бородой. Ну да, тайничок действительно совсем рядом. Что мне по снаряжению? В принципе, патроны есть. А пистолет какой? Наградной всё так же. Ещё раз я всхожу слух для тех, кто, может быть, до сих пор не понял. События игры разворачиваются спустя год после финала Сталкерзов в Припяти. И Дегтярёв снова вернулся в зону по вышеперечисленным им причинам. Блин, действительно осень. Правда, совсем скоро уже зима. Настройки графики у меня стоят максимальные, кому интересно. Тип рендера DX10, как и советовали в топике с модом. Поэтому всё по рекомендациям. Ну и картинка вот такая, какой вы её видите. В принципе, по-седнему выглядит. Так, ну вот эти звуки меня уже пугают. Что это вообще? А, так ты мне дал этот тайничок. Оригинальный, но только в оригинале тут немножко другой лежит. На один тайник хабар неплохой сгодится. Ну действительно, это очень хороший автомат, и он по идее получше моего калаша, но немного так точно. Всё, теперь точно к бороде. У нас тут ещё и переход на Янов имеется. И Припять вроде есть, и рыжий лес даже. А остальное, остальное нет. Ну пока мне нравится. Первые впечатления. Прячем оружие и заходим на Скадовск. Тут играет музыка, можно ли её отключить? А ну борода. К сожалению, что-то я такого диалога не вижу, и это печально. Говорим с бородой. Приветствую. О, какие гости у нас на Скадовске. Давненько тебя не было. Ты куда пропал-то? Да ровно год прошёл. Как я зону покинул? Решил отдохнуть от всего. Да видно не судьба. Опять меня сюда тянет. Вот и вернулся. Да, зона это серьёзно. Зона это брат такое, кто в зоне хоть раз побывал, того она никогда уже не отпустит. Послушай, борода. А что тут за новость такая? Говорят, что в зоне какие-то наёмники появились. Всех убивают, что-то ищут. Есть такое дело. Ты же знаешь, что в зоне их и раньше было полно. Но теперь... Теперь вообще жуть. Они повсюду. Я не знаю, откуда эти появились. Братством апокалипсиса они себя называют. Нет сталкером от них житья. Да, захотят ограбят, захотят убьют. Сплошной беспредел с их стороны. Мало нам бандитов было. Теперь ещё одно чудо природа появилось. Хорошо, я всё понял. Ну, обращайся, если что нужно будет. Обязательно. Выяснить планы наёмников из братства. Каким образом я это, интересно, сделаю? Год назад так и не удалось выяснить о планах наёмников. Сведения о заказчике тоже найти не удалось. Тоже найти не получилось. В этот раз нужно всё исправить. О каком заказчике? Не о том, который в Припяти был. Квест один выстрел. Ой, можно, можно выключить таки радио. Большое спасибо за то, что добавили такую возможность. Дальше что? Можно занять деньги по торговле. Какая-то еда. Это кто у нас такой стоит? Хруст. Телохранитель. Ааа, это у нас на базе CGM что ли сделано? Или я ошибаюсь? Это у нас кто такой? Палыч. Приветствую. Как тут на Скадовске? Какие новости вообще в округе? Привет, привет, сталкер. Да какие в округе новости? Всё как обычно. Сталкеры, бандиты, умалишённые наёмники, которые всех убивают. Монстры, зомби и так далее. Ааа, да, есть кое-что. На днях сюда барыга один заявился. Хасаном кличут. Торгует он интересными артефактами. Редкими и дорогими. Только почему здесь? Откуда у обычных сталкеров столько денег? Не понимаю. Интересно. Что ещё у этого Хасана есть в продаже? Хм. Ещё у него есть очень хорошая коллекция ножей. Советую у него купить армейский нож. Не пожалеешь о данном приобретении. Острый, как бритва и сталь хорошая. Кстати, этим ножом потом будешь резать часть зверушек, которые после Хасана и продаж. Он и этим занимается. Вот такие, брат, дела. Всё понял. Может, ещё что полезное мне расскажешь? Полезное? Ну... А, вот ещё. Техник здесь новый. Назаром зовут. Он в оптике всякой разбирается. Так что, если нужно бинокль тебе прокачать, или там прицел какой, то иди к нему. Хорошо, спасибо. Прицел что, прокачать можно или... Я чего-то неправильно понял. Опа, султан-то тут всё ещё остался, что ли? Ладно. Это у нас Дэн. Анекдот. Пока не будем анекдоты слушать. Эй, ты кто такой? Чубака. Он реально потлатый. А ну. Но тут ничего. Это у нас Гонта. Надо же, какие люди. Рад видеть тебя в добром здравии. Да-да. Краб. Угу. Что у нас тут в ящике? Да ничего. Медик новый. Кайдан. Кайдан, это в каком-то моде был персонаж с таким именем. Не знаю, один и тот же ли это человек, или так, просто отсылочка. О, привет, приятель. А вот и Хасан. Сыч. Какие люди торговать. У Сыча тут продаётся разное, как видите. Ого. Для какого-то серьёзного натовского пулемёта патроны. А у меня какая? У меня комбинезон Заря. Броня. То есть она теперь так выглядит. Эээ, привет, хочешь купить что? Я продаю эксклу... Эээ, ах, редкий артефакт. Интересует? Послушай, Хасан. У тебя есть на продажу хороший охотничий или армейский нож? Конечно, у меня всё есть. Давай 3 500 и свой, эээ, старый кинжал. А, не слишком много, ты просишь? Эээ, слушай, кинжал просто класс. Эээ, нигде такой не найдёшь. Ладно, держи. Так, эээ, дай посмотрю. Что у тебя за тисак? Ха-ха. Вот тебе новый, армейский, держи. Может тебе помощь какая-то нужна? Эх, Бират, конечно надо. Меня тут бандит один достал. Бивалый. Эээ, слышал о таком? Щакал позорный. Мне прохода не даёт. Мазедус меня требует. Мочкани его. Всех выручишь и меня выручишь. Конечно, не за просто так. Полезные вещи от меня получишь. После дела. Бират, надо очень его убить. Не отказывай, подумай. Я для этого даже место схрона тебе шепну. Прямо сейчас. Прямо тут шепну. Ай, хорошая ничка. Ай, полезный. Ладно уж. Вольно деньги мне нужны. Давай координаты. Так, координаты схрона и убить бывалого бандита. О, какой тесачок у меня. Видели? Артефакты редкие. Действительно имеются. Пельмень. А, тут артефакты, значит, у нас что? Да в принципе ничего. Вот вообще арт без плохих характеристик. И причём 30 килограмм даёт. Вот челюсть. Прикольно. Просто пельмень, смотри, там 5 электрозащиты. Он при этом минус 7 в восстановлении здоровья. И минус насыщенность. Так, с кем ещё можно поговорить? Вот такой есть человек. Назар. Привет, сталкер. Если возникли проблемы с оружием или броня твоя прохудилась, то могу починить. Привет, Назар. Ты, говорят, оптику модифицируешь? Давай 3000 и считай, что у тебя новый бинокль. Не слишком ты загнул цену. Но ты даёшь. Не всё так просто. Здесь оптика. Эта работа сложная. Ладно, держи. Так, давай посмотрю. Ага, всё понятно. Держи. До встречи. Новый бинокль, бинокль, оптимус. Хорошо, всё понял. Починить можно автомат, кстати, да? А, в смысле, не понял. Тут ру, а тут уа. Ну, типа гривны, а тут рубли. Или я что-то неправильно понимаю. Если что, в комментарии меня поправьте. Так, бронюку починить. Ну, слушай, пока не буду, потому что, мне кажется, я могу сейчас новую себе найти. И как бы, да. Попаду в просаг. Бывало умочкануться это тут. И всё как-то, что-то встало всё, да? Дальше ничего не идёт. Может, надо бывало умочкануть и после этого? А может, с Султаном поговорить? О, он для меня красный, прикинь. Чё тебе? Может, сыграем? А, не, мне и надо в коллапс. Я беру из колоды карты по 9 штук, и ты должен угадать, как можно больше тузов. Поехали. Туз, бубен. Да, бля, верно. Дальше. А, крест, да, туз. Дальше. А, черв? Нет, тузов нет. Что-то проигрываешь ты. Дальше. Черв, везёт. Ну всё, до встречи. Это, получается, плюс 2000 у меня. Ну да, типа того. Но это, не знаю. Дальше что? А дальше всё, идём бывалого мочить. Он находится тут, недалеко. Это же он? Да, это бывалый. Беспредельщик. Надо избавиться от этого урода и помочь сталкерам. Магу. Если что, у меня есть. Ой, это просто шикарный прицел. Он мне очень нравится. Ну и поехали. Поствольный гранатомет тоже зарядим. Жара пошла. У нас тут ещё и дождик идёт. Атмосферненько, прям супер. Это мне с какой стороны к нему заходить? Уже слышу, там выстрелы. Вроде как мутанты напали на них. Так, а чё мне с собачками делать? Ух ты какая. Шустрые. От собаки сбавился. И тут вроде 7 человек написано, ты представляешь. 7, это конечно. Ого. Вы чё это такое? Ха-ха. Просто иду и я тип... Ой, флешбеки к СЖМ. Отряд Альфа. Да? Ладно, переиграем. Так, прячусь. Так, 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 так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Два человека. Где, где, где? Кто, кто, кто? Ох! Да вы, ты серьёзно, что ли, дед? Это очень больно сейчас было. А где оружие? Оружие отсутствует. У меня ещё и это разряжено. Зачем я её разрядил? А чё, аптечка так плохо лечит? Ну и в итоге я сдох. Ты сдох, прям так и написано. Спасибо за информацию. А чё же мне с ними делать-то? У меня, конечно, есть граната. И можно её кинуть им. Смотри, 7 человек. Ни одного. А по-моему, там парочку всё-таки мочканул. Опа, я не тоже кидаю с гранатами, падлы. Да ты чё, вот это попадание меня так жёстко трясёт? Вы серьёзно? Прям вообще какая-то жесть. Ну, началось. Ну, слушай. Не знаю, не знаю, что сказать. Не, это жесть. Слишком эти эффекты, может, даже чуть-чуть переборщено. С эффектами попадания, возможно, переборщили всё-таки. Опять всё, гранаты пролетают. Они ещё и активно гранатами пользуются. Не, это жопа боль. Это жопа боль будет. Я понял. Всё, и мне всё стало ясно сразу же. Си-Джи-М отдыхает. Смотри, всё равно кидаются, а, подлюки? Откуда? Вот сейчас, что это было? Вы видели просто? Откуда? Что? Я просто стою, никого не вижу. Меня кто-то стрельнул, и я как бы умер. Я ещё его никак не могу убить. То есть я в него магазин сейчас всадил, а они меня тюк-тюк, и всё. Ну, опять гранат. Всё, я... Ооо, я чувствую, я чувствую. Вы тоже чувствуете, да? Разгорается какой-то пожар где-то вот тут, да? Неподалёку так. Дымом пахнет. Всё сразу стало ясно. Они очень неубиваемые. Минус одного есть. Чё это был за звук? Аномалия сработала? Какой-то у Электро странный звук аномалии. Короче, я сходу могу сказать, что тут надо давать возможность отключать эти эффекты. Потому что они вообще далеко не всем нравятся. Но я понимаю, там хардкор, всё дела, скорее всего. Хотя нигде я не вычитал информацию, что там это именно хардкор мод. Но я вижу, что тут всё не так-то просто. Я уже все патроны потратил для своей натовской пушки. Ещё и трупы, что ли, не отмечаются на карте? Ха, прикинь. То есть ещё и трупы не отмечаются. И вот как я сейчас найду? Ну, одного вроде нашёл. Или кто это? Нет, это просто трава. Ну, классно, получается, я ещё и с этим буду мучиться. Так, с них падают деньги. И какое-никакое оружие. Это даже Скарчик. Скарчик серьёзная пушка. Ещё какой-то типочек попался мне тут. Короче, всё, только двух. Где внизу, в пещере? В смысле? Всё, ещё один остался раненый. Они тут грабили сталкера. Значит, обыскиваем пацанов. Так, там флэшка выпала, да? Полученные координаты схрона. Два даже схрона. Да, там типа, ну как я говорю, да си же имя, значит, где Оля. Ну, мне так кажется. Так, мне тут перегрушен, подожди маленько. Сейчас кое-что повыкидываю. Смотри, всё выкинул, всё равно мало. И прицел снять нельзя. Здорово, брат. Как тебе выгораздило к бандитам попасть? Что им нужно было? Понимаешь, друг, выкуп я должен был принести. Выкуп за своего брата. Они его держат где-то в районе лесничества. Бандиты меня обманули и деньги забрали. А брата не отпустили. Я пытался от них скрыться. Как видишь, здесь они меня и нашли. Но ничего. Теперь я знаю, где они держат братишку. Я доберусь туда обязательно. Перебью всех и спасу брата. Спасибо тебе ещё раз, что выручил меня и не дал мне тут сгинуть. В качестве благодарности я тебе дать ничего не могу. А вот наводочку на один тайник с удовольствием. Понятно. Я мог бы помочь тебе замочить бандитов и спасти твоего брата. Спасибо, дружище. Я тебе буду многим обязан. Не каждый бы согласился вот так просто помочь человеку в зоне. Тем более в таком опасном деле. А у тебя доброе, а главное отважное сердце. Тогда следуй за мной. О, как теперь этот напарник? О нет, смотри, перекинуло. В смысле, вы серьёзно? Вы сейчас ещё, вы прикалываетесь? Это, ооо, это что вообще такое, пацаны? Вы бы хоть куда-то рядом меня, что ли, кинули? А не прямо вот сюда. А меня ещё и сзади, что ли, обходят? Нет. Что-то обновлено, я не понял, что конкретно. Кто-то умер из наших. Это кто? Счастливчик, вольный сталкер. Ну слушай. Ладно, перезагрузка раз умер. Ну а что я теперь буду делать? Немец какой-то тут, мёртвый сталкер. Тоже я сначала внимания не обратил. Так, брат, что мы с тобой делать-то будем, блин? Прям в гущу меня сразу кидает. Наверное, поствольником жмыхнуть. Вот это я что-то не подумал об этом. Пробуем. Так, я вроде отошёл, спрятался. Ничего не получилось. А, тут уже мёртвый счастливчик. То есть я зря переразгружался. Понял. Ты жив? Вроде жив. Он тоже поствольниками стреляет, слышали? Красава вообще, тип. А ну давай, вылазь. Что-то меня ещё немного в глазах мутит. По заданию у меня что? Убить мандитов, спасти брата-живчика. Вроде жив пока, да? Тогда сохраняюсь. Просто непонятно, что за счастливчик тут тогда покойный. О, сейчас, что случилось? Сообщить живчику. А, не, о смерти сообщить. То есть они всё-таки взрывают там как-то. Я не хочу, чтобы брат живчика умирал. Разумеется, я всё сделал, что он живых остался. А где они тут прячутся, это бандиты? Гранаты, не надо, брат. Ага. Всё ещё живы? Да, всё ещё живы. А где брат-то, его не пойму. Да и бандиты, где тоже непонятно последний. Маслину тут кто-то поймал, я услышал. А ну, братишка, где ты там маслину-то поймал? Сейчас я тебе помогу её вытащить. Чё-то не очень понятно. Да я не понял, где здесь брат-то? Никого нет. Мёртвый сталкер, счастливчик. Только не говорите, что здесь ещё один этот отряд наёмников. Вот нам сейчас вообще не до них. Но кажется, это они. Да, это они. Вот их прям очень не хватало. Брат, мочи их. Хо-хо-хо-хо-хо. Я чё-чё, изогнулся? Да, понял. Мне бы хоть этот квест выполнить стану для первой серии. Я чуть ли не под карту проваливаюсь, да? Пока меня трясёт. Слышь, а сколько у тебя в убор можно выпускать патронов? Скажи мне, пожалуйста. Вы в меня попадаете один раз, я уже это... Да, короче, я не знаю, что сказать. С трясучкой перегнули. Отлично, готов. У него скарчик, скарчик, то пушка. Но какая-то убитая попалась. Братство апокалипсиса, это и есть? Ага, сообщить живчику о смерти бандитов. Не брата. Брат вроде жив, но я вообще не вижу, где брат, если он и жив. А, добиваешь, красава. Да всё-всё-всё, успокойся. Господи, он в него продолжает стрелять. Настолько разозлить надо человека, а? Ты все 30 патронов так выстрелишь, да? Почему-то прицелы снимать нельзя. С бандитами разобрались. А брата твоего, к сожалению, не спасли. Эх, счастливчик. Братуха ты мой. Как же я без тебя теперь буду? Опоздал я, опоздал. Моя вина, не уберёг брата. А тебе, сталкер, большое спасибо. Ты реально хороший мужик. Тебя благодарить как полагается. Да нет у меня ничего. А, да, из головы вылетел совсем. Мне тут по случаю скинули место хорошего схрона. Я как раз туда направлялся, когда меня бандиты схватили. Вот тебе его и отдам. Координаты уже в твоём ПДА. Пока. Так, ну слушайте, он уже изначально был мёртв, вот этот счастливчик, когда я переместился. Вы же не хотите сказать, что я, типа, сейчас в чём-то виноват, и я его не спас? Что этот типок будет теперь делать? А брат просто бежит. Насходоваться, наверное. А, тайники мне надо все собирать. Дружище, это борода. Закончишь дела с Хасаном, обязательно зайди ко мне. Ага, сейчас приду, борода. Выкинем сначала что-то. Например, вот это. Это что такое? Сухой паёк. Это аптечка какая-то непонятная, жёсткая. Причём, 400 восстановления. Ладно, за работу. Причём, 400 восстановления.